Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал «Деревенский дневник очень многодетной мамы» и канал «Мать-героиня». Мы, хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Ну что, папируха, друзья мои, все спит и видит огромное количество денег. Выставила таки она свое копченое сало. Ну, нет, не совсем свое, да? Своё она выставляет, конечно же, нам периодически. Все свои, как говорится, да, вот эти вот моменты, интимные места и так далее. Все это дело мы уже видели во всей красе. И я так предполагаю, друзья мои, что, ну, через какое-то энное количество времени. Ведь Лёлька уверяет, утверждает, что она беременна двенадцатым. И скоро обязательно подарит очередного. Такого долгожданного наследника Григорию. Да, плевать Лёльке, что у того и так огромное количество детей. Лёлька уверена, что этот будет, конечно же, особенным для Гришани. Где-то, я так думаю, друзья мои, в глубине души, Лёлька все-таки уверена, что, вы знаете, она сделает абсолютно все, приложит все усилия, чтобы Гришанин забыл про всех остальных детей. От предыдущего брака и все внимание уделял только их совместному отпрыску. Ну что ж, получится у неё этот момент или не получится, мы с вами, как говорится, увидим, да, поживём, увидим, а время покажет. Но то, что Лёлька к этому приложит огромное количество усилий и трудов, в этом мы даже с вами нисколечко не сомневаемся. Короче, Лёлька выложила сало, комики тут же в телеграм-канале начали писать, ой, Оля, слёни текут, слёни текут, да как же так можно, да такая вкуснота. Ну разве так можно с утра пораньше там ратуют за то, что да-да, жалко, жалко, что мы так далеко от тебя живём. Ну да, у Поберухи всегда, вы знаете, вот у них всегда у Лёлькиных хомяков одна отмазка. Оля, мы бы приехали к тебе, помните, как они всегда ей писали, да, мы бы к тебе приехали обязательно, мы бы тебе помогли, мы бы у тебя работали, конечно же, да, но мы просто очень-очень сильно далеко от тебя живём. Или мы бы у тебя купили сало, но мы очень-очень далеко от тебя живём, короче, в общем, да. Лёлька до этого сала отправляла почтой, ну она же рассказывала, но опять же, я так понимаю, что, конечно, это отмазка со стороны хомяков, потому что Поберуха нам нет-нет, да и показывала, помните, раньше, когда у неё были встречи с теми хомяками, которые проживают в Тамбовской области, их там, кстати, было немало. Но что-то из них никто, друзья мои, к Лёльке на работу не стремился, даже несмотря на то, что рядом находиться со своим кумиром, да, и никто из них, я смотрю, так особо Лёлькиного сала не возжелал. Но что вот на что, ребят, я хочу обратить ваше внимание, о чём я хочу с вами поговорить. Вы знаете, вот этот ролик у меня всё-таки что-то не выходит из головы. Последний ролик на канале Деревенский дневник, там, где Лёлька рассказывает о том, что, мол, вот такой у меня муж, уже тоже, значит, там работать не хочет, да, и там как раз-таки они идут на хозяйство, и я думаю, все прекрасно помнят тот самый момент, где Лёлька поднимает тёлку на руки. Я тогда, делая обзор прям по горячим следам, то есть тут же в течение часа я сделала свой обзор, и я сказала, вы меня извините, эта тёлка весит прилично, пусть даже она весит там 20-25 килограмм, да неважно, сколько она весит, всё, что уже больше 10-15, это уже прилично, и там понятно, что там приличный вес у этой тёлки, которая родилась. Она поберуха, недолго думая, берёт эту тёлку на руки, поднимает, стоит, как полудурошная, гогочит, как ебанько из сказки Морозко, явись. Сказать, что я была удивлена на тот момент, это просто ничего не сказать, и я задалась вопросом. Я говорю, она в себе вообще, да, учитывая, что она беременная, и как бы, да, взять, взять такую тяжёлую ношу поднять, ну вот что-то мужик, который рядом с ней находился, я про греху, что-то он не захотел взять на руки вот эту вот тёлку, он даже близко такого не сделал, а Лёлька сделала. И вот я читаю комментарии сейчас, да, которые как раз-таки появились под её вот этим вот роликом на канале «Деревенский дневник», и там тоже кто-то написал, а как можно беременной поднять телёнка? То есть люди задаются точно таким же вопросом, на что тут же защитники, прискакав в комментарии, защитники поберухи начали писать очередную ерунду. Очень просто, в деревне это норма, женщины намного сильнее и выносливее. Кто-то пишет, потому что она не цаца, а работящая женщина. Ребят, вы знаете, я вот что хочу сказать по этому поводу. Ну, с хомяками всё понятно. Они всегда, я говорю, смотрят чёрт и знает как, да, они всегда смотрят исключительно картинки. Но ведь поберуха не раз делала акцент на том, что она боится, боится потерять ребёнка. Говорила она об этом? Говорила миллион раз. Она говорила, вот у меня было несколько замерших там беременностей и так далее, вот я там теряла, теряла, я там так боялась, да, и так далее. И вот я сейчас над собой трясусь, как над хрустальным сосудом. Вы знаете, честно, я что-то этого не заметила. По той простой причине, потому что даже вот в этом ролике она ходила опять нараспашку, вся раздета, да, то есть Гриша не одет тепло, а Лёлька выходит без куртки на улицу, на минуточку, будучи беременна. Это как можно так за себя переживать и за своего ребёнка. Когда ты поднимаешь такие тяжести, а зачем она это сделала? Когда рядом с ней был её муж, почему он этого не сделал, почему он тёлку не поднял, а это сделала она? Можно, конечно, посмеяться и сказать, да ладно, там, да, она как это, как лошадь, как бык, как баба и как мужик и так далее, но ведь на самом деле как-то странно получается. Ведь она всегда сидела на стримах, клянчила, просила, дайте-подайте на зарплату, помощнику, на хозяйство, потому что я не могу ничего делать. Если я начну что-то делать, я могу потерять ребёнка. Я, вот, если вы мне не поможете, у меня не будет помощника, а это значит, что я не смогу работать. А если я пойду работать сама на хозяйство, помните, это ещё до появления Гришани в кадре, она рассказывала, да? А если я пойду сама работать на хозяйство, значит, я потеряю ребёнка и не смогу его выносить. Она всю плеш проела и с Вероникой, и с Варей были те же самые разговоры. Так вот, хочется мне спросить у поберухи и у её хомяков-обожателей, где вообще логика в действиях и в поступках, да? То есть ты говорила, что я теперь боюсь лишнее движение сделать, но это только на словах. А на деле она не боится выходить в холодную погоду на улицу, причём она так и зимой ходила, ребят. Вспоминайте, да и сейчас-то тоже холодно. И зимой она ползала в спортивном костюме, накинет на себя какую-нибудь жилетку и всё. В тапочках, да? В тапочках, представляете? Это человек беременный, как она уверяет. Плюсом ко всему прочему, да, взять и поднять тёлку. А что за необходимость? А ты что, не могла там кого-то попросить? Не могла попросить? Главное, если там Шурик уехал, да, я смотрю, про него сейчас ни словечко не говорят, может быть, и уехал, может быть, и не уехал. Сидит, как говорится, спрятали уже в кадре, да, и так далее. Но у тебя ведь там постоянно кто-то есть. Есть там этот же Федя Бредя, который оттуда никогда не уезжал, да? Есть, в конце концов, Гриша с тобой был вместе в кадре. Я вообще ничего не понимаю. Это что получается? То есть, либо тогда ты тогда врала и рассказывала сказки о том, что вот я боюсь потерять, ничего она не боится. То есть, либо она полная дура и ничего не боится, и ей плевать, и боится она потерять только на словах, и специально как раз-таки манипулирует вот этой своей беременностью тем, что она боится потерять ребёнка, дабы ей донатили там на помощников, на одно, на другое, на третье и так далее. Ну, либо она вообще, я не знаю, ребят, что вот я понятия не могу, да? Либо ей настолько просто всё равно. Ну, случится что-то и случится. Да и ладно, ещё рожу скажет поберуха. Ну, согласитесь. Ну, а кто-то, кстати, написал, значит, не беременная она. И я вот сижу и думаю, а может быть, она действительно не беременная, да, хотя она нам показывала и УЗИ, и всё на свете. И опять же, вроде как, у неё живот появился. Причём этот живот было заметно даже тогда, когда она стояла, ну, у неё очень заметно. Да, про диастаз мы все прекрасно с вами знаем, да, и так далее. Но у неё прям был очень заметен этот живот, когда она стояла в ЗАГСе. И вот я ещё тогда стрелочкой показывала, как раз-таки красной стрелочкой на её животное превью. Я не знаю, но вот опять же, нормальная женщина, глядя на всю, на эту ситуацию, скажет, да вы что, с ума сошли? Да никогда беременная женщина так не сделает, тем более зачем, какой смысл? А вот эти вот все словечки по поводу того, что вот, в деревне для женщины это норма. Да ни для какой женщины это не норма. Просто так напрягаться, поднимать такую тяжесть, зная, что у тебя могут быть проблемы, да. И можно ребёнка не доносить, потерять и так далее. В общем, странная какая-то ситуация. Ну и ещё, ребят, вот этот вот момент, который, конечно же, про Гришу по поводу того, что если что, он бросит работу. Ну, моё мнение, что там ему бросать нечего. Я уже об этом миллион раз говорила, да, потому что если бы у него была действительно какая-то такая, знаете, работа, где он был бы просто, вот, да, вот, всё время, все 24 на 7 он был бы там задействован, у него были бы одни сплошные объекты, ему некогда было бы без конца мотаться и без конца появляться в кадре у Поберухи, то есть любой стрим, любой там какой-нибудь ролик и Гриша везде. Тут как тут наш пострел везде поспел, да. При всём при этом Лёлька рассказывает про какую-то дикую его загруженность. И вот кто-то пишет там же в комментариях под Лёлькиным роликом, а своих детей как он будет содержать, если он не будет работать. Знаете, мне тут становится сразу же смешно. Я вспоминаю все Лёлькины манипуляции, да, и прекрасно понимаю, Лёля скажет, а какие у него дети, да, а что они хотят есть? Нет-нет-нет, только мои дети хотят есть. Только моим детям нужны, конечно же, алименты, нужна поддержка, нужны денюжки от своих отцов, а больше никому ничего не надо. Да-да, скажет, вот у него сейчас появится от меня новый ребятёнок и всё. А если там маме нечем кормить, скажет, ну, мы тогда приютим Гришиных детей у себя. Хотя я до сих пор, если честно, не понимаю, как мама Марина может так со спокойной душой взять, отдать поберухи, зная прекрасно, что она из себя представляет, своего ребёнка, да, и как Лёлька говорит, вот, скорее всего, один из детей точно будет жить вместе с нами. Я не представляю, как можно отдать своего ребёнка, да, но в любом случае, тем более отдать женщине, которая, ну, вот, по ней уже всё видно. С ней уже всё понятно. Она своих детей не видит, она своим детям внимания никогда не уделяет, она со своими детьми никогда не носится. Мы с вами помним прекрасно, все дети бегали без конца в синяках. Нет, конечно, кто-то скажет, ой, да всякое бывает, да туда-сюда. Вы знаете, а я вот себе не представляю. Вот я не представляю себе, чтобы у меня ребёнок в 8 или в 9, там, в 10, да, там, в 10, в 11, там, месяца, в годик, да, в год и два ползал по такой вот опасной лестнице, да вообще по любой лестнице. Помните, поберуха сидела на стриме, а Вероника ползла к ней по лестнице, а потом мы видели Веронику с огромным количеством синяков, в том числе и синяки, и шишки были у неё на лбу и так далее. То есть там даже никто не смотрел, за Вероникой никто не следил, мамка сидела спокойно, да другая бы уже с ума сошла, да, узнав, что такое вообще может произойти. А у неё маленький ребёнок ползал, да, по этой крутой лестнице, и она сидела ни сном, ни духом, ей было абсолютно плевать. Поэтому, ну, кто может отдать ей своего ребёнка? Пусть даже ребёнка там какого-то подростка или не подростка, ну, нормальная мать никогда не отдаст своего ребёнка. Иначе какой смысл тогда их рожать, да, если потом их вот так вот раздавать, как говорится, направо и налево, как будто это какие-то не дети, а игрушки. В общем, ребята, многие задаются вопросом, а какого чёрта она таскала эту тёлку? А может быть, не беременная, да, а может быть, хотя, вы знаете, всё-таки я больше склоняюсь к тому, что она беременная, ну, просто вот она дура набитая, ей плевать. Она, знаете, вот только ради, ради того, чтобы ей накидали, задонатили, она будет рассказывать. Ну, дайте деньги уже, пожалуйста, ну, вот сейчас вот мне, ну, никак, никак не без помощника, да. А если я начну сама работать по хозяйству, то вот всё, всё, вот у меня будет угроза жизни моему ребёнку, которого я ещё не выносила и так далее. Но при всём при этом, что мы видим на деле? На деле мы видим, как она таскает тяжести, хотя в этом нет никакой необходимости. А её мужик весь из себя такой замечательный, стоит рядом, ну, и даже, даже не удосужился ничего сделать. И тоже, кстати, такой замечательный, так её любят, так её обожают, так её на руках носят. Ну, так, получается, скорее всего, по беру, как Гришаню носят на руках, да, но при всём при этом даже у него мозгов не хватило сказать, ты что, дура, поставь эту тёлку, какого чёрта ты её подняла, ты хоть про ребёнка подумай. Нет, там что один дебил, что другой. Короче, дебил дебилом погоняет. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok